Его последователи чувствуют его присутствие сейчас еще сильнее, чем раньше. Миллионы евреев во всем мире считают этого человека Моисея, Мессией, современным Моисеем, духовным лидером, который должен положить начало эре мира на земле. Он должен дать всем почувствовать присутствие Божие, и сбудутся великие прорицания Торы. Так кем же был человек, которого называли Рэбе? Откуда он пришел? Первое мое впечатление, говорит бывший премьер-министр Израиля Цхак Рабин, это глаза Рэбе. Голубые пронзительные глаза, выражающие мудрость и понимание. Я вышел от него с чувством вдохновления и восторга. Я понял, что я познакомился с великим лидером еврейского народа. Говорит Равин Шалом Липскар. Есть святые люди, которых Бог наделил особыми полномочиями. Им не безразличны вы и я, и они общаются с Богом, пока мы спим мирным сном. Они стараются выработать план, чтобы мир стал лучше. Вот таков Рэбе. Говорит Бенджамин Нитаниягу, кандидат в премьер-министр Израиля. Его основная забота в том, чтобы вернуть к своим корням тех евреев, которые утратили свое еврейское самосознание. Он возвращает им его, зажигая огонь еврейской солидарности, самосознания и любви. Это невероятное достижение. А вот Маргарет Тэтчер. Я чту Рэбе за то, что он сделал, за тот пример, который он показал, и за то вдохновение, которое он передал очень многим людям. А вот Элли Ризель, лауреат Нобелевской премии. Благодаря его влиянию, его присутствию, еврейское самосознание, еврейское образование достигли невиданных вершин на всех континентах. Есть ли место под солнцем, где не звучали бы его слова о терпимости, основанной на любви к Израилю, на любви к человечеству? Говорит раввин Джонатан Сакс, главный раввин Великобритании. У подлинно великого религиозного лидера должны быть две уникальные, необходимые черты. Первая – всеобъемлющее глобальное видение идеального будущего. Он называл его мессианской эпохой. А вторая черта – практичность, насущная необходимость добиться осуществления своего видения. И эти два качества – одно правительское, другое практическое – слились мощнейшим образом в нем и в том движении, которое он преобразил. Словарь Вебстера так определяет слово «ребе» – раввин или еврейский духовный лидер, особенно у хасидов. Нынешний «ребе» – седьмой предводитель движения «Хаббат Любавич» – ветви движения хасидов, которая зародилась в Белоруссии около 1760 года. Штаб-квартира Любавича находится в Бруклине, в Нью-Йорке. Оттуда «ребе» создал 16 тысяч школ, представительств и синагог во всем мире. 13 тысяч его посланников – выходцы из 150 стран. После того, как руководство движения было возложено на него в 1950 году, «ребе» ни разу не брал ни одного выходного. По опыту моего многолетнего общения с выходцами из бывшего Советского Союза допускаю, что у некоторых телезрителей, проживших в мире огромного обмана и извращения всех человеческих ценностей, все эти майсы о традициях служения Всевышнему, о мудрецах-раввинах, о морали, о цели жизни, своем предназначении и тому подобному, не говоря уже о десяти заповедях, будут приниматься с ухмылкой и изначальным недоверием. Как и мой вид. И поэтому, чтобы сегодняшний наш разговор был не просто официальной птичкой в отчете русскоязычной телекомпании, мы постараемся поделиться с вами тем, что знали и через что прошли ваши дедушки и бабушки. Сознайтесь, они ведь были люди мудрые, иначе откуда бы взялись вы, их умные, талантливые потомки. Где вы родились, дорогие наши зрители? В Киеве, в Москве, Одессе, Вильнюсе, Риге, Минске. Поверьте, ваши бабушки и дедушки, и уж тем более ваши прабабушки и прадедушки, жили в так называемой недоброй памяти черте оседлости, в местечках, в штеттлах, разбросанных в тени длинной западной границы Российской империи. И были хасидами. И даже те, кто потом десятками лет мимикрировал, ассимилировался, женился, разводился, принимал фамилии Иванов, Яковлев и другие, был по происхождению евреем, и на 85% уверен хасидом. Ведь, как оказалось, знаменитый адмирал Нахимов был не хамовым, и маленьким мальчиком был забран в военную школу из хасидской семьи. Это была эпоха, время было такое. Спросите у любого американского еврея, помнит ли он, откуда его предки? Помнит. Нельзя забывать о своих корнях, иначе так легко превратиться в желтые листья на чужом асфальте, в перекати поля, в, извините, русское идиома Иванов в родства непомнящих. Так что же такое хасидизм? Движение хасидизма зародилось в России два с лишним века назад, в страшную для евреев эпоху. В середине 17-го столетия по западным областям нынешней России прокатилось восстание Богдана Хмельницкого, антиеврейского предтечи Адольфа Гитлера. Не фюреру, а Гетману Хмельницкому мы отдаем приоритет окончательного решения еврейского вопроса на Украине и Белоруссии. Однако советская историография забелила кровь на руках палача Хмельницкого и подняла погромщика на пьедестал народного героя. Гетманская резня не была погромами неизбежными, но стихийными во время гражданской войны в антисемитской стране. Победитель Хмельницкой и победоносное его воинство приступили к поголовному уничтожению беззащитного и мирного народа. Убийства сопровождались варварскими истязаниями, свидетельствует русский историк Костомаров. Сдирали живых кожу, распиливали пополам, забивали до смерти палками, жарили на углях, обливали кипятком, не было пощады и грудным младенцам. Евреи были осуждены на конечное истребление и всякая жалость к ним считалась изменой. Свитки Торы выбрасывали из синагог, казаки плясали на них и пили водку, потом клали на них евреев и резали без милосердия. Тысячи еврейских младенцев были брошены в колодцы и засыпаны землей. Избиение на Украине продолжалось 6 лет и было практически полным. А когда Хмельницкий, испугавшийся наступления польского войска, отдался покровительству русского царя, территория акции Гетмана охватила и Беларусь. Московские войска, подоспевшие на помощь Хмельницкому, первым делом помогали ему уничтожить евреев. И еще 4 года в Могилеве, Витебске, Вильно, в малых городах и местечках проливалась кровь неповинных, самая страшная, беззащитных людей. Результаты десятилетней акции ее современники оценивают по-разному. От 100 до 300 тысяч погибших. Из 700 еврейских общин на Украине не осталось ни одной. В Белоруссии из их сохранилось около десятка. Беспросветная ночь опустилась над оставшимися в живых. От культурно-административной автономии, которой пользовались евреи в 16 столетии, почти ничего не осталось. Еврейская община не могла выбрать себе раввина или старосту без разрешения местного помещика. Помещик, естественно, был заинтересован в деньгах и в том, чтобы руководители еврейской общины во всем следовали его указаниям. Неудивительно, что среди них нашлись такие, кто в погоне за почестями и выгодой покупал для себя, для своего сына или зятя, ключевые посты в общине. Коррупция усугубляла лишение простых людей. Состояние еврейского народа в то время было сформулировано одной фразой раби Пинхаса из Корица. Евреи находились тогда в состоянии глубокого сна, близкого к обмору. В то время среди отчаяния и мрака возникло новое еврейское религиозное движение. Именно тогда появился человек, равного которому нет и не будет, как писал затем рабе Менахем Менделл из Витебска. Человек, вернувший простому еврею его божественный облик. В бедной одежде разъезжал он из местечка в местечко, а лицо его светилось неземным светом. Глаза излучали любовь, и пламя его души согревало людей и влекло за ним. Он вселил веру в отчаявшихся, вернул их от печали к радости. Ученики называли его ангелом, и действительно, сделанное им казалось не под силу человеку. Имя его Раби Исраэль Бал Шем Тоб. Какую же весть он принес евреям? К чему он призывал их и что им дал? В чем состояла его сила? В чем суть его учения, получившее название хасидизм? Две главные идеи определяют учение Раби. Бог заполняет весь мир и приближен ко всякому месту. Следует думать, что Творец заполняет своим величием всю землю и всегда присутствует в человеке, и он повелевает всем, что происходит в мире. Человек должен думать и непреложно верить, что он смотрит на Творца, а Творец на него. Второе. Есть взаимное отношение между верхним и нижним мирами. Эта идея заимствована из учения Кабалы, и смысл ее в том, что деяния человека могут воздействовать на высшие сферы и на проведение. Согласно учению Бал Шем Тоба, главная цель религии – прикрепление к Божественному, которого удостаиваются посредством полного сосредоточения мысли на Творце мира и стремления познать все явления жизни. Истинное воссоединение с Господом происходит во время молитвы. Когда душа находится в восторженном состоянии, она как бы абстрагируется от материального. Ученость не имеет ценности, если в ней нет нравственного света Торы. Поэтому настоящий хасид служит Господу не только посредством соблюдения заповедей, но всем своим существом, всеми своими помыслами. Находясь в постоянном соприкосновении с Богом, человек может удостоиться Духа Святости, пророческого дара и дара способности совершить чудеса. Но этого достигают только немногие избранные и великие праведники. Те, кто удостаиваются этого, могут быть опорой простых людей во всех их нуждах и в служении Богу. Простой человек нуждается в праведнике для служения Богу. Равин соприкасается с народом только когда тот приходит к нему с вопросами. Равин отвечает кратко, нельзя или можно. Не таков праведник, цадик. Призвание цадика в том, чтобы указать путь народу и обращаться к его сердцу. Он всегда заботится о людях, спрашивает их о нуждах, а затем обращается к Господу и просит у него милости. Так учат хасидизм. Учение хасидизма разделилось на два главных течения. Украинско-галицейское и литовско-белорусское. Лидеры первого течения чрезвычайно возвысили статус цадика. Звание цадика передавалось от отца к сыну. По особому пути пошел хасидизм в Литве и Белоруссии. Шнеур Залман внес в учение хасидизма элементы раввинской религиозной философии. Он создал метод познания, который можно было бы назвать хасидизм разума. Вместо чистосердечной веры, которую проповедовал Баал Шамтов, основанной только на чувстве, в новом учении слились вера и познание. Согласно сказанному в Торе, и познаешь Господа Бога твоего. Этот метод известен по именем Хаббат, по первым буквам его слов. Хохма, Бина, Даат. Мудрость, Разум, Познание. Хасидизм Хаббата преисполнен учености и отточенности ума. Рабиш Неур Залман, основатель его, был ученым-талмудистом, прежде чем стал хасидом. И талмудическую остроту и углубленность он внес в учение Хаббата. Прошли столетия. Сквозь тяготы и лишения на окраине Российской Австро-Венгерской империи несли евреи надежду на лучшую жизнь, на приход Машеха, на возвращение в Иерусалим. Жили и старались, чтобы добра в этом мире становилось все больше и больше, и учили этому своих детей. Дети подрастали и воровались благодаря своим талантам, своему уму в люди. Уезжали в столицы, становились учеными, инженерами, артистами и музыкантами, капиталистами и дипломатами. Вам ли напоминать их имена? Ими гордились не только родные. Ими гордились государства, хозяева этих маленьких еврейских местечек – Россия, Германия, Франция. Главное оставалось и руководило их поступками вера, что есть взаимоотношения между верхними и нижними мирами. И добрые деяния человека, увеличение добра в этом мире, могут воздействовать на высшие сферы и на проведение. А потом пришла революция. Началось с погромов 1905-го. И сотни тысяч евреев, покидая насиженные места, могилы своих предков, эмигрировали в Америку. А в России разгорался огонь революции. Огромное испытание для всего мира и, конечно, для евреев. Не скрыть, что многие молодые, недоучившиеся в хедерах и ешивах, так и не познавшие божественной мудрости, поторопились переустраивать мир. Подверглись соблазнам, бросились в огонь революции и стали комиссарами, командирами, спичками или дровами зажженного дьявольского огня. Когда к одному из вождей, Льву Бронштейну, Троцкому, пришла группа равинов с призывом опомниться, он ответил, в революции я не Бронштейн, я Троцкий. И один из мудрых равинов заметил, так всегда революцию делают Троцкие, а плакать и отвечать приходится Бронштейном. В 1920 году, самое смутное, пожалуй, время, во главе Любавичевского движения стал шестой рэбэ Иосиф Ицхак Шнейрсон. В это время, в разгар большевистского террора, многие религиозные деятели самых различных конфессий от патриарха в дому считали разумным для сохранения духовных ценностей уступки, отступления и приспособления. Многие равиновые и еврейские активисты, спасаясь от преследований, покинули страну. Раби Шнейрсон остался и публично выдвинул концепцию наступления еврейского духа. Он призвал всех евреев принять активное участие в борьбе за сохранение учения Торы и еврейства. Как самое радикальное, непримиримое крыло верующего еврейства, движение Хаббат начало создавать новые еврейские учебные заведения, готовить новых преподавателей, организовывать еврейские независимые учреждения, распространять Тору и заповеди всеми возможными и невозможными путями. Как долго можно было оставаться независимым идеологическим движением в условиях тоталитарного большевистского государства? Руководители Ленинградской общины предложили организовать съезд в Ленинграде, на котором присутствовали бы представители всех еврейских общин России. На этом съезде предстояло утвердить программу еврейской общины жизни, а также определить, какие религиозные организации можно создать в каждой еврейской общине, чтобы это не противоречило советским законам. Для Рэбе было очевидным, что съезд общин – это хорошо подготовленная ловушка. И тогда Рэбе, несмотря на большую опасность, которую грозила ему лично, разослал письма ко всем раввинам России, в которых он высказал свою негативную позицию в отношении съезда общин и призывал всех религиозных представителей выступить против его проведения. В 1927 году шестой Любавический Рэбе был схвачен в Ленинграде. В этот период Сталин еще стеснялся общественного мнения Запада, и арест, а затем расправа, должны были быть осуществлены секретно. В ночь на среду 25-го Сивана 5687 года Рэбе был отправлен в тюрьму «Шпалерная» в Ленинграде. Длительные и мучительные допросы, после чего вынесен смертный приговор. Таким образом, ЕВ-секция, другими словами, советская власть, надеялась окончательно уничтожить религиозные движения, идейным вдохновителем и руководителем которого был шестой Любавический Рэбе. Но было милосердие Всевышнего. Оказывается, во время обыска у Рэбе, когда его семья была насильно заперта в одну из комнат, дочь Рэбе увидела в окно направлявшегося к ним одного из учеников Рэбе. Она не громко крикнула «Уходи, у нас гости!» Первым же поездом тот уехал в Москву, проник в немецкое посольство, добился встречи с послом Германии и мир узнал об аресте Рэбе. Но еще до отъезда в Москву, прямо от дома Рэбе, ученик поспешил к Хаиму Либерману, личному секретарю Рэбе, чтобы предупредить об опасности ареста и чтобы тот успел перепрятать или уничтожить хранившуюся у него переписку Рэбе. Риск был велик. ГПУ могло устроить ловушку и в доме Либермана. Однако смелому ученику удалось опередить чекистов, которые пришли к секретарю лишь несколько часов спустя. В ту ночь и на следующий день в Москве ученик ходил, что называется, по острию ножа. ГПУ не пощадило бы 25-летнего контрреволюционера, но Бог на стороне рискующих жизнью ради святого дела. Сталин испугался нараставшего возмущения во всем мире. Он тогда еще сильно боялся и не умел блокировать информационные каналы так успешно, как потом в 1937-м. Шестой Рэбе был освобожден. И тут, как и положено в легендах, и как действительно случается в жизни, мы расскажем о том человеке, ученике Рэбе, кого Всевышний выбрал для того, чтобы тогда, рискуя жизнью, сообщить тревожную весть о действиях НКВД на Запад и тем самым спасти жизнь не только человеку, рабе Йосефа Ицракушнеерсену, но и спасти от ожидавшегося кризиса угодного Всевышнему движению Хаббат. Это был один из учеников Рэбе, Менахем Мендл Шнеерсон. Рабе Менахем Мендл Шнеерсон, седьмой любавический Рэбе, родился 11-го Ниссана 5662-го года, в 1902-м году, по нееврейскому летоисчислению, на юге России, в городе Николаеве. Его отец, рабе Леви Ицхакн Шнеерсон, выдающийся знаток Тора и философии Хаббата, человек трагической судьбы, был праправноком третьего любавического Рэбе, Менахем Мендл Шнеерсон, из Любавичей. Именем великого предка он и назвал старшего сына. Пять лет спустя, рабе Леви Ицхак переехал на Украину, в Екатеринослав, ныне Днепропетровск, где оставался главным раввином до дня своего ареста. И здесь, в Екатеринославе, прошли детские и юношеские годы нашего Рэбе. Он был феноменально одарен и редкостно трудолюбив. Он настолько опережал своих сверстников, что был вынужден покинуть Хэдер. С тех пор он учился самостоятельно, а выпускные экзамены в Екатеринославской гимназии сдавал экстерном. В 1923 году в Ростове-на-Дону рабе Менахем Мендл впервые увидел шестого любавического Рэбе, рабе Иосиф Ицхака Шнеерсона. И эта встреча предопределила его дальнейшую судьбу. Молодой человек становится преданным учеником великого еврея, делит с ним полную опасностей, судьбу борца за сохранение еврейской религии. В том же 1927 году рабе Иосиф Ицхака Шнеерсон с семьей и несколькими близкими ему людьми, в том числе и рабе Менахем Менделом, уехал из Советского Союза. Вначале он поселился в Риге, а затем перебрался в Варшаву, где продолжал руководить движением. В 1929 году состоялась свадьба рабе Менахем Мендела и хаи Муси, средней дочери рабе Иосифа Ицхака Шнеерсона, той самой, что дерзким окриком из окна спасла жениха от ареста. Вскоре после свадьбы молодые отправились в Берлин, где рабе Менахем Мендел поступил на технологическое отделение Берлинского университета. В 1933 году с приходом к власти фашистов в Германии рабе Менахем Мендел был вынужден покинуть страну, но как раз перед этим успел получить ученую степень в старинном университете города Гейденберга. Переехав в Париж, рабе продолжил образование в знаменитой Сорбонии. Его интересы были разносторонние, и он получил в Сорбоннском университете несколько степеней, в том числе диплом корабельного инженера, пригодившийся ему впоследствии в Америке, где он работал на морской базе в Нью-Йорке. Начало Второй мировой войны застало рабе Менахем Мендела в Париже. Он и его жена не сумели вовремя покинуть Францию, два года в подполье в условиях немецкой оккупации. Только в 1941 году, через Марсель, миновав немецкие кордоны, рабе Менахем Мендел с женой уехали в Соединенные Штаты. С тех пор он покинул Америку только один раз, в 1947 году, для поездки в Париж, где встретил мать, Ребецин Хануш Нерсон, который удалось вместе с группой хасидов выехать из Советского Союза. Но отца рабе Менахем Мендел так и не увидел. Рабе Леви Ицхак скончался в 1944 году, можно даже сказать, был убит. Его арестовали в 1939-м. Здесь, в этом доме в Днепропетровске, где он прожил всю жизнь и где провел свое детство и юность Любавичи Скиребе, его отец был схвачен. Таким он ушел отсюда. Его жена Хана последовала за ним в ссылку. Это последняя фотография рабе Леви Ицхака, сделанная в застенках НКВД. Его долго мучили в тюрьме на допросах, безуспешно вынуждая подписать немыслимое признание и сослали в конце концов в далекую глушь Казахстана. Но даже в ссылке, лишенный книг и собственных рукописей, рабе Леви Ицхак не оставил философских трудов. Многие его работы погибли безвозвратно, но чудом уцелели комментарии к Танея и книге Зоар. Годы спустя их удалось переправить в Соединенные Штаты, где они были изданы его великим сыном. Приехав в Америку, рабе Минахэм Мэндл в течение трех лет работал инженером на военной судоверфи в Бруклине. Тогда шла война, и надо было внести свой вклад в победу над фашизмом. Военные и послевоенные годы – время отчаяния еврейского народа и карущегося крушения всех надежд. Даже в благополучной Америке не все было благополучно. Среди миллионов эмигрировавших сюда из Восточной Европы евреев нарастала ассимиляция. Цели и смысл Любавического движения, само название Любавического движения были для них ничего не значащим набором слов, вроде теории относительности, о которой всякий слышал, но почти никто не понимает. Можно назвать точную дату, когда началось возвращение американского еврейства к подлинной религии. Кидышкальт 1940 год. Год приезда сюда великого еврея Рабби Иосифа Ицхака Шнейерсона. Можно даже назвать точный час. На торжественной встрече шестого Любавического Ребе глава американских евреев предложил Ребе и весьма откровенно не вмешиваться в здешние еврейские дела. Требование было заключено в безупречно дипломатическую оболочку. Не забывайте, мы коренным образом отличаемся от евреев Европы. Начало возврата к подлинному евреи структурии это ответ Ребе. Америка не отличается от любой другой страны диаспоры. Действительно, прошло не так уж много времени и Любавическое движение охватило Америку. Десять лет спустя дом номер 770 на Истерн Парквей в Нью-Йорке превратился в сердце и центр мирового движения Хаббат. Но движение нарастало и из-под воль незаметно. В конце 40-х даже объективный наблюдатель мог усомниться в успехе движения внутри Америки. Уже действовали центры движения, но никто не смог с уверенностью предсказать его результаты. Гибель 6 миллионов евреев Европы, сироты, вдовы, чудом уцелевшие в мясорубке Холокоста, нашедшие свое прибежище за океаном, равнодушие и коррупция еврейского эстеблишмента. Поистине это состояние кризиса, подобное период возникновения хасидизма, и к нему подходит все та же фраза из 17 века Рабе Пинхаса Искорица. Евреи находились тогда в состоянии глубокого сна близкого копора. В это сложное время Рабе Минахим Мендал принял на плечи наиболее трудный груз. Шестой Ребе хорошо знал своего зятя. Его скромность и склонность оставаться в тени, его погруженность в науку. Но одновременно он знал и ценил его энергию, изумительные знания Торы и хасидизма, дара оратора, талант писателя и способность выдающегося организатора. «Все евреи ответственны друг за друга», сказал Ребе. И Рабе Минахим Мендал стал одним из активнейших деятелей движения. На Истерн Парквей 770 появился новый Центр по вопросам воспитания «Мерказ ла имьяней хинух». Центр возглавил Рабе Минахим Мендал и о первой его кампании помощи детям узнала вся еврейская Америка, во всяком случае те, кто хотя бы знал, что означает слово Тора. Интерес родителей к истинно еврейским школам превзошел все ожидания. Их открывали по всей стране и в каждой школе нужны были хорошие преподаватели. В конце концов понадобилась еще одна для подготовки педагогов. Не меньшим успехом пользовались такие летние лагеря для детей и молодежи, где отдыхали одновременно познавая идишкайт тысячи, потом десятки тысяч ребят. Большинство нынешних бизнесменов, врачей, адвокатов, инженеров, ученых, художников, режиссеров кино и театра, которыми гордятся евреи Америки, да, пожалуй, и сами Соединенные Штаты, учились в этих ешивах, отдыхали в этих лагерях. Пестафета истинного еврейства была передана. Молодое поколение важнее всего, говорит Рэбе. Так он считал и в то время. Центр по вопросам воспитания подготовил для молодежи и выпустил десятки книг «Золотой фонд еврейской литературы», а также учебную литературу для школьников о еврейских традициях, праздниках и законах. По сей день на восьми языках издается созданный Рэбе ежемесячный журнал «Беседы с молодыми» Сихот Леноар. Одновременно Раби Менаха Мендал возглавляет «Механе Исраэль» организация, занимающаяся проблемами еврейского благосостояния, а это значит бесконечные контакты с людьми, множество мелких или серьезных, но всегда неотложных ежедневных дел. И этот неподъемный объем работы он умудрялся сочетать с руководством любавическим книгоиздательством «Кехот». Одна за другой появляются книги всех предыдущих любавических Рэбе, подготовленные к печати Раби Менахом Мендалом и с его примечаниями. Прочитав эти точные и тонкие пояснения, крупнейшие знатоки философии Хаббада были изумлены. Кто мог подумать, что приехавший из Парижа молодой человек, обучавшийся, как известно, в светских университетах Европы, обладает такими широкими, изумляющими глубокими познаниями философии Хаббада. Великие в Торе Равины, ознакомившись с комментариями раба Менахом Мендала, громко выразили свое восхищение. Десятого швата 5710 года 1950 год по нееврейскому летосчислению закончился великий переломный период в истории движения Хаббад. Шестой любавический рэбэ раби Иосиф Ицхакш Нейрсон покинул этот мир. Мне сообщили тогда, что произошло нечто ужасное. Я спросил, что же, что. Мне объяснили, скончался рэбэ. Кончина шестого любавичевского рэбэ была подобна несвоевременному заходу солнца, но в то же время все знали, что у него есть преемник. И единственный, кто не принимал эту мысль, был сам рэбэ. Он был против. Он стал говорить, что у него нет специальной подготовки для этого, что предыдущий рэбэ не дал ему никаких инструкций, никаких указаний. Это продолжалось некоторое время. И он сказал тогда одному из старейших хасидов, что если его будут слишком донимать, то он сбежит, и никто не будет знать, где он находится. и они тогда пошли на могилу предыдущего рэбэ и сказали, мы остались как овцы без пастуха. Все считают, что преемником рэбэ должен стать его младший зять, а ему не было дано никаких указаний. А если нужны указания, то пусть он получит эти указания. И после этого мы никогда больше не слышали от рэбэ отговорок. Он тут же начал отвечать на вопросы, давать советы и так далее. Рэбэ прекрасно понимал, что не корону почетом возлагают на себя, но огромную тяжкую ношу ответственности перед Всевышним за свой народ, за судьбу всего мира. Чудом сохранилась запись программной речи на идиш, с которой рэбэ выступил тогда. Вот она. В ней рэбэ проводит параллель между семью поколениями праведников, перечисляемых в Медраше, и лидерами движения Хасидизма Хаббат. Он решительно утверждает, наше поколение седьмое, а все седьмые любимые. Рэбэ говорит, и это требует от каждого из нас, людей седьмого поколения, хотя факт, что мы седьмое поколение и не зависит от наших достоинств, и не является результатом нашего труда. Тем не менее, все седьмые любимые, а значит, мы находимся во времени, когда уже слышны шаги Машерства, и наше дело завершить привлечение божественного присутствия, и не просто присутствия, но и сущность божественного присутствия, и именно в низшем мире. То есть, принимая на себя ответственность, вставая во главе движения Хаббат, Рэбэ ясно дал понять каждому еврею, что на нынешние поколения возложена миссия встречи наступающей новой эпохи, когда, наконец, божественное присутствие откроется в нашем мире. Встречи эпохи прихода Машерха. Интересно процитировать выдержку из письма Рэбэ. Со дня, когда я пошел в Хедер, и еще раньше начало формироваться в моем представлении ощущение будущего освобождения, освобождения еврейского народа из этого последнего изгнания. Такое освобождение, что станет понятным мучение Галута, погромы и уничтожение. И как ознаменование этого освобождения придет вождь царь, не царь наказания, но лишь тот, над которым только его Бог. И все будет так, что все в мире, понимая всем сердцем, скажут в тот день, благодарю тебя, Всевышний, за то, что гневался ты на меня. 46 лет отделяет нас о той речи Рэбе. 46 лет великого созидательного труда, приблизившего новую эпоху. Рэбе, которые предшествовали последнему Любавичевскому Рэбе, жили в основном или в Любавичах, или в более крупных городах России. И поэтому, несмотря на то, что они были людьми очень влиятельными, и их уважали евреи во всем мире, их влияние было несколько ограничено средой, в которой они жили, говорит Равин и Гуда Кринский. Не было в те времена сегодняшних средств массовой информации, и Рэбе не могли распространять свое учение так, как сейчас. А в Америке Нью-Йорк стал центром деятельности Любавичей, а центры их в других странах разбросаны по всему свету. Так что, то, что говорит Рэбе сегодня, будет услышано, записано и изучено немедленно тут же в еврейских общинах всего мира. Говорит Джозеф Гутник, Рэбе доступно то, что обычный человек понять не может. Ему дарованы некие божественные способности. Его можно сравнить с пророками из прошлого. Он родился в уникальное время. А Рэбе он стал после Второй мировой войны, после Холокоста, когда 6 миллионов евреев уже были уничтожены. Он знал, что нужно что-то делать, говорит Джуди Сайгель, чтобы объединить тех, кто остался в живых после Холокоста. Еврейское образование было очень важно. Евреи искали свои корни, были изобретены электронные средства массовой информации. Все это произошло в уникальный момент нашей истории, и он добился поддержки и интереса к своему делу. Он открыл двери еврейства тем, кто хотел понять, в чем его суть. Он изменил лицо еврейского мира. Евреи приняли евреев, почувствовали себя в ответе за евреев. Евреи начали возвращать своих собратьев к еврейству. Евреи стали чувствовать себя в ответе за мир в целом. Изменилось их сознание, изменились их обязанности, благотворительные, социальные и так далее. Он изменил мир еврейства. Они были первыми из великого легиона. Они первыми поставили ханукальные свечи, первыми приносили благодарность на бармидствах, первыми раздавали подарки на Пурим. Я считаю его великим лидером, говорит Сол Крок. У него есть свое видение, как у бизнесмена, который хочет создать крупную корпорацию. А вот Ицхак Шамир, бывший премьер-министр Израиля. Это движение, у которого есть особая философия, особый образ действий. Представителей движения Хаббат можно найти повсюду в мире. Они ведут очень важную работу. А вот Равин Йоси Хехт. Люди смотрят, добиваются. Они устанавливают контакты, они протягивают людям руку. Вскоре и другие группы стали делать то же самое, что и Любавичи. Это стало модным. Сейчас во многих синагогах и организациях идет работа по привлечению евреев с тем, чтобы вернуть светских евреев в религию. Когда-то это было непопулярно. И именно Любавичи занялись этой непопулярной, немодной, иногда неприемлемой задачей, потому что Рэбе указывал, что нужно идти по этому пути. Это удивительно, монументально в своей жизни познакомиться с одним таким человеком. Он подает пример, которому последуют многие, говорит сенатор-республиканец из Нью-Йорка Альфонсо Дамата. Он мог бы предпочесть перевести свою штаб-квартиру, своих последователей в более безопасные и более комфортабельные условия, но оставаясь в этой трудной, оставаясь в этой опасной среде, он дает людям вдохновение, он дает людям надежду. Нельзя бросить, нельзя забыть свою религию, нельзя забыть свой дом, нельзя забыть свой опыт. Я думаю, он дает пример не только еврейской общине, он дает пример всем людям доброй воли. Я хочу отдать дань самому руководству, всему тому, что честно, хорошо и справедливо, всему тому, что здесь ждется на великом создателе, которому мы обязаны всем. философия их совершенно иная. Большинство ортодоксов и ультра ортодоксов очень закрыты, они боятся влияния современной жизни, наркотиков, преступности, они держатся друг друга, своей среды. А движение хаббат не таково. Они не стремятся к изоляции, они хотят достучаться до всех евреев, они хотят повлиять на всех евреев. Ультра ортодокси, например, не хотят иметь ничего общего с телевидением, с видео, до них им и дотрагиваться нельзя. А Любавичи считают, что любое средство, которое может принести пользу евреям, кошер. Так что они пользуются видео, радиопередачами, спутниковой связью, они очень открытые, они никого не исключают, хотят объединить всех евреев. Кому-то это не нравится, люди говорят, меня оставьте в покое. Но они любят активный подход, некоторым он чушь. Это трудно, но когда знаешь, зачем живешь, становится легче. Когда видишь результаты своей работы, видишь, что люди ее ценят, что Рэби ее ценят, когда видишь стариков, о которых ты заботишься, когда видишь благодарность детей, которых ты учишь. Понимаешь, плоды нашего труда помогают им жить. Он стал первым человеком, который принял на себя ответственность за евреев, говорит Сара Хазан. Он понял, что нужно что-то делать, а то еврейская община Италии исчезнет через пару лет, у нее нет будущего. Если мы ничего не сделаем, так у них же не будет будущего. мы приехали в пустыню. Там ничего не было, говорит Равин Шмуэль Каменецкий, посланник Рэби в России. Мы не просто принесли людям иудаизм, мы принесли им счастье. Люди были несчастны, а мы объяснили им, что быть счастливым это большая митцва. Мы принесли им счастье. Не все придут в религию, не все станут хасидами, но каждый из них должен сделать митцву. Мы видим действия, не просто разговоры. Любовичи помогают людям, которым нужно помочь, помогают тем, кто в беде. И в Нью-Йорке у них есть центры помощи. Я видел их деятельность в университетских городах, в Англии, особенно в отдаленных местах, где у людей нет связи с иудаизмом, там, где нет большого количества евреев. Любовичи достигают и глубинку, и это очень впечатляет. Есть много людей, которые чувствуют себя потерянными. Им нужно протянуть руку, нужно ввести их в наш круг. Я думаю, что это прекрасно. И они правильно относятся к таким вещам. Они не назойливы, они позволяют человеку оставаться самим собой, ничего ему не навязывают. Они считают так, нужно делать то, что можешь. А вот слова мальчика из России. Он много делает для евреев во всем мире. Он создает школы такие, как наши, в Москве, в Англии, повсюду. Он объединяет евреев, они сближаются, любят друг друга. Это здорово. Вместо того, чтобы проводить пейсах дома с семьей, они отправляются на военные базы, устраивать седр для солдат. И тем нравится их преданность своему делу. Их благотворительность самоотверженно. Его величие всеобъемлющее, оно охватывает разные области и разные сферы. В первую очередь, религиозный лидер. Люди верят в него, в то, что он может помочь евреям во всем мире. Его молитвы слышит Бог, говорит Авнер Шаки. И он приносит облегчение сотням тысяч людей. В Нью-Йорке по воскресеньям тысячи людей собираются, стоят в очереди, чтобы посмотреть ему в глаза и получить его благословение. Он великий религиозный лидер и великий национальный лидер. Это означает, что даже неверующие секуляристы верят в его величие, в его любовь к Израилю, в его руководство. Он и социальный лидер в то же время. Это означает, что он на всех евреев, на евреев, занимающих самое разнообразное положение в обществе, смотрит как на равных. Он с каждым евреем обращается так, словно тот единственный еврей на земле. Его интересуют мельчайшие подробности жизни людей. Он получает десятки, тысячи писем. Насколько я знаю, он их все читает и старается всем ответить. Вы не найдете ни в политической, ни в культурной, ни в социальной жизни, ни в мире искусства человека, который бы так любил людей из всех слоев общества. Он любит евреев, он любит людей, им восхищаются и не евреи. Я говорил с сенаторами, с конгрессменами, с политиками Израиля, с университетскими профессорами, с математиками, с юристами, врачами. Все они с одинаковым восхищением относятся к нему. Он философ, он знает физику, химию, он изучал Талмуд, писание хасидов. Никогда он не говорил по бумажке, а говорить он может часами. Память у него несравненная. Если сложить это все вместе, встает вопрос, а есть ли на земле другой человек, подобный ему, похожий на него? Закрыв глаза, пытаешься представить себе великих людей и понимаешь, он гигант, который стоит на одном уровне с величайшими философами. Он маймонит своего времени, а среди живых он самый привлекательный, самый интересный, самый обаятельный лидер иудаизма сегодня. А вот сенатор демократа с Коннектикута Джо Либерман. Рэбе был удивительно вдохновлявшим людей лидером. Он взял традиции нашего народа, радость от ощущения своего еврейства и передал их людям в современном контексте. Он сделал это необычно, сделал это по-своему. Есть люди, которые считают Любавичи явлением прошлого, но гений Рэбе позволил ему выделить вечные идеи хасидизма и соотнести их с современным миром. пророческое предсказание Рэбе еще в 85-м году в апреле месяце тех совершенно непостижимых изменений, которые теперь мы знаем произошли, а тогда никто этого не мог подозревать. И, конечно, мы с вами все, когда мы сидели в России, мы не могли себе представить, что коммунистическая империя, которая доводила страх на весь мир, рассыплется сама собой. Мы, может быть, могли еще предполагать, что если весь мир пойдет атакой ядерной на Советский Союз, то может тогда что-то изменить. Потому что так все развалилось, само собой, это было выше, особенно тогда, в 85-м году, когда я был. Я тогда был тут временно в Нью-Йорке, преподавал в Нью-Йоркском университете. Один день я получил приглашение прийти к Рэбе для короткой встречи. Рэбе мне сказал, что он просит связаться с людьми, с которыми у меня есть связь в России, в Москве, в Ленинграде, в других городах и сообщить им, что отныне положение в России будет только улучшаться в смысле свободы, в смысле возможности уехать. И что все те, кто захотят уехать, когда в несколько лет смогут свободно выехать. А все, кто захотят внести еврейский образ жизни и создавать школы, синагоги в России смогут сделать это. Но я, конечно, был потрясен, но я знал, что не положено спрашивать вопросы как, откуда. И я только что сделал, я пошел потом купил газеты Нью-Йорк Таймс и Нью-Йорк Кост. Обе вышли с расширенными заголовками в тот день, а это была неделя после того, как власть пришла к врачам, вышли с заголовками, новый руководитель в Кремле будет еще более жестким, чем его участник и что-то в этом роде. Ну, что произошло в конечном счете, не вам рассказывали, все мы это знаем и знаем, кто был прав, те самые эксперты из Нью-Йорк Таймс или любопедческий рэм. Больше, как бы, я позвонил, конечно, ряду людей, было в те годы очень трудно дозвониться, но все-таки дюжину людей я пробился к ним, и я ему сказал, что вот не падайте духом, рэм говорит так-то и так-то. Это все были люди, которые знали о рэм. Они, конечно, были очень рады услышанному, но один сказал, что не очень трудно это принять, потому что моя жена находится на допросе в ХГБ уже третьи сутки, я не знаю, что будет, я с ума скажу, а второй сказал, что машина ХГБ у меня днюю эту ночую, эту порогу моего дома и подслушивает тут все это. Далее, я написал об этом рэм, записочку, получил в тот же день ответ. Да, не видно еще, нельзя разглядеть эти изменения, но передайте из того, что изменения уже начались. Я так и сделал, конечно, интересный финал был три года тому назад, когда Горбачев, который уже был выграшен из всех своих постов, приехал в Израиль с таким полуофициальным визитом, один день он был в моем университете, меня начальство университетов попросило заняться его приемом. И, конечно, я использую эту возможность, чтобы ему рассказать об этом предсказании, об этом Горочество Рёбе. Ну, мне трудно передать, насколько он был поражен и удивлен, он начал спорить, что этого не может быть. Я говорю, что я бы мог с вами согласиться, если бы это я не сам слышал, но я сам слышал, поэтому спорить будет полезно. Кроме того, он говорит, что, слушайте, это невозможно, потому что в апреле 85-го года у меня планов никаких не было. поэтому я слышал об этом ваших пятифасина хабарии, я мог подозревать, что они проникли как-то в Кремль и что-то такое выкрали, но планов-то у меня реголовения было, а потом, год или два спустя уже были планы, но то, что получилось в действительности, конечно, этим планам не соответствовало, потому что все мы знаем, что теперь о чем хотел не это. Поэтому это невозможно. Но в этом то и сила пророчества, что рациональным мышлением и восприятием к этому дойти было нельзя. Пророчеством можно. КОНЕЦ КОНЕЦ Каждый еврей душой и телом просто становится партнером Богу в достижении подлинного освобождения. Чтобы Бог мог это сделать целиком и полностью, Богу нужно, так сказать, участие каждого еврея душой и телом целиком и полностью, этот еврей должен согласиться и даже более того, должен захотеть и заявить не только, что настало время освобождения, но также, что освобождение уже пришло. Рэбе обращался к каждому еврею, каким бы он ни был, и напоминал тому, что в нем есть святая божественная душа, что хранится в нем божественная искра. И о других народах пекся Рэбе. Будучи верным толкованием Рамбема, Рэбе обратился с воззванием к мировому человечеству, главам государств, с призывом принять всем заповедей, данных Всевышнему сыновям Ноаха, как основы справедливости и праведности гуманного цивилизованного общества. В Соединенных Штатах во знаменование дня рождения Рэбе декретом президента был установлен День размышлений, день, посвященный раздумиям о вечных ценностях, вере, справедливости и праведности. Мысли, слова и дела Рэбе были всегда устремлены к приближению настоящего и полного освобождения. И вот немедленно постоянно повторял Рэбе наступит освобождение и мы понесемся вместе на облаках небесных в Иерусалим. Однако в последние годы Рэбе вместо обычного пожелания заявлял четко и решительно что Машир придет в ближайшее время. Рэбе не довольствовался определением предыдущего Рэбе мы уже закончили всю работу и осталось только начистить пуговицы для встречи. Рэбе твердо заявил «Работа завершена!» Еврейский народ завершил свою долгую историческую миссию всех поколений и теперь готов встретить Машир. Наше поколение является последним поколением изгнания и первым поколением освобождения. Надежда многих поколений осуществится фактически в самом буквальном смысле в наше время. Рэбе предложил задуматься и осознать свершающиеся в мире перемены свидетельствующие о наступлении эры освобождения. Евреи собираются в стране Израиля, в стране возродившейся из вековых чаяний, ошеломляющие события в мире. Рухнула империя зла, которая, казалось бы, должна была существовать вечно. Возникли новые государства в Восточной Европе и Азии. Изменилась карта мира с неимоверной скоростью и почти без кровопролития. В основу международных отношений сегодня легли принципы целесообразной справедливости. Война в Персидском заливе и перекуют мечи на орала. Затормозилась опасная гонка вооружения. Началась ликвидация оружия массового уничтожения. Возвращение к религии. Кончилась эра официального атеизма и сотни миллионов людей возвращаются ко Всевышнему. По словам Рэбе, наше время очень близко к концу дней. Несомненно, наступает освобождение. Единственное, что осталось теперь, это встретить праведного Машиаха, чтобы он мог выполнить свою миссию и освободить еврейский народ из изгнания. 28 Несана 5751 1991 года Рэбе в своем очередном выступлении вдруг неожиданно после перечисления основных признаков наступления эпохи освобождения сказал Я сделал все, что мог. Мне осталось только одно передать эту задачу в ваши руки. Отныне вы должны сделать все возможное, чтобы Машиах пришел сегодня же, сейчас же. Действуйте со всей вашей силой. Да будет на то воля Всевышнего, чтобы в конечном итоге нашлись хотя бы 10 достаточно упорных евреев, которые не отступятся до тех пор, пока Всевышний не согласится принести нам подлинное и окончательное освобождение немедленно, сегодня же, сейчас же. Их непреклонная решимость наверняка вызовет благосклонность Бога в соответствии со стихом, поскольку они жестко выиный, упрямый народ. Ты простишь наши грехи и проступки. Я сделал все, что мог. Отныне вы должны сделать все, что в ваших силах. Да будет на то воля Всевышнего, чтобы нашлись хотя бы один, два или три человека, которые поймут, что делать и как поступать. Да увенчаются ваши усилия успехом и да способствует это наступлению подлинного и окончательного освобождения. Пусть же освобождение наступит немедленно, в духе радости и веселья. охватывает величайшее недоумение, что несмотря на все эти знамения, Машиах еще не пришел. Еще больше удивления, что собираются десять, много десятков евреев вместе во время столь благоприятное для его прихода. и они не ропщут и не выражают свое возмущение с такой силой, что заставило бы Машиаха немедленно прийти. Они допускают, Боже упаси, мысль, что Машиах не придет этой ночью. Ведь если бы они сосредоточились, просили бы и взывали бы по-настоящему, Машиах обязательно пришел бы. И даже если евреи взывали и кричали вчера Адмусай, до каких же пор, и позавчера кричали, и во все предыдущие дни, тем не менее, раз святой храм разрушен сегодня утром или сегодня днем, понятно, насколько больше необходимо взывать и кричать сегодня, сейчас. Мы говорим об этом не потому, что это поговорка, это закон Торы, где сказано, если святой храм не был восстановлен в дни жизни данного человека, считается, будто он был разрушен в его же дни. Представьте себе, когда еврей видит, как святой храм горит прямо сейчас, разрушается на его глазах, то даже если у него сердце из камня, он перевернул бы весь мир. Поэтому Тора истины и Тора жизни говорит ему, переверни весь мир сегодня. Все мы, кто был тогда в синагоге, окаменели на своих местах. Каждый ощущал, что Рэбб обращается лично к нему. Почему ты? Рэбб продолжал с большой взволнованностью и глубокой болью. Что еще я могу сделать, чтобы весь еврейский народ шумел, взывал, требовал и наконец-то добился прихода Машиаха. Единственное, что мне остается передать в ваши руки. Сделайте все, что в ваших возможностях, чтобы это случилось немедленно. Это было потрясающее выступление. Пророка поколения ощущает освобождение на пороге, пытается обратить на это внимание всего народа и в боли убеждается, что народ не ощущает величия времени. И обращаясь к Хасидам Хаббада, Рэба указал верный путь к приближению освобождения. Во-первых, обратиться к источникам Тори, Танаху, Медрашим, Талмуду, Рамбаму, обращая внимание на тот специфический свет, который пролило на тему прихода Машиаха учения хасидизма. А во-вторых, распространить знания и ожидания прихода как можно в большем объеме среди евреев мира. И Хасида Хаббада приняли это указание к действию. Евреи, живущие в Израиле, помнят, что Рэба предсказал победу в шестидневной войне и предвидел тяжелую войну судного дня. Он предсказал волну Алии из бывшего Советского Союза и призывал готовиться к ней еще в те дни, когда эти слова казались несбыточной фантазией. Он готовил нас к переворотам в Восточной Европе. Он объявил год 1750-1989-1990 годом чудес, и он четко установил накануне Персидской войны, что Израиль останется безопасным местом. Неудивительно, что когда Рэба неустанно повторяет, что освобождение наступает, как реальный, действительный, буквальный факт, еврейский народ знает, что следует всерьез готовиться к встрече праведного Машиаха. Несмотря на то, что по сравнению с царем они простые люди, тем не менее, существование царя зависит от них. Зависит до такой степени, что сказано, нет царя без народа. Если объяснить это проще, это означает, что существование царя зависит от народа до такой степени, настолько зависит, что есть необходимость в том, чтобы народ воскликнул «Да здравствует царь!» Мы находим, что это заявление нужно рассматривать в связи с царем Давидом и в связи с домом Давидовым и с царством дома Давидова, пока не придет из него царь Машиах. Тора говорит, что Машиах это человек это человек из плоти и крови, потомок царского рода Давида, жизнь которого посвящена постоянной заботе о материальных и духовных нуждах каждого человека. Точтство в описании ожидаемого Машиаха, приведенного в еврейском законе, Мишна Тора, законы царей, глава 11, и беспрецедентными делами убедило многих и многих, что Ребе, потомок Давида, именно тот, кто выведет нас из изгнания. Мы верим, что он и именно он возглавит, как истинный праведный Машиах, наше освобождение. Как же нам готовиться к приходу Машиаха, к приходу эры освобождения? Сознание. Просто быть готовым. Думать и чувствовать так, как подобает такому удивительному времени. Молитвой. Освобождение из Египта пришло тогда, когда еврейский народ возвал ко Всевышнему. Мы также должны обратиться ко Всевышнему с молитвой, чтобы он скорее послал нам Машиаха. Добрыми делами. Одно деяние в силах перевесить чашу весов. Следует увеличить количество добрых дел во взаимоотношениях между людьми и между человеками-творцом. Сегодня любая помощь ближнему, наш добрый поступок и щедрый жест, изучение Тора и исполнение митцвот приближает окончательное освобождение. День и час, когда в этом мире будут царствовать доброта, всеобщее благоденствие и божественная мудрость. Давайте используем эти последние дни изгнания, чтобы принять участие в процессе освобождения. И так заслужим буквально в ближайшем будущем того счастливейшего момента, когда весь еврейский народ воскликнет от всего сердца «Доживет наш Рэбе праведный Машиах вовеки» «Ехи ад-инейну мэйрейну верабейну мэлэх а-мэшиах лээйлом воед». А теперь, дорогие зрители, давайте все вместе произнесем эти слова. И, безусловно, Всевышний услышит наши молитвы и немедленно вернет нам освободителя. Скажем «Ехи ад-инейну мэлэйну 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 мэлэх Воскресенье 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!